Изучаем Ликута и Сихас, том 13, глава Шлах, сиха первая. Лебби начинает беседу в том, что говорит, что много раз Лебби уже говорил об идее, что каждая глава и название глава втора, ее название тоже является важным уроком. Это не случайно, что первое слово или через пасук, например, у нас глава начинается, говорился Вишний Смойша, пошли с себя людей, что они зашли в землю Исраила, что они обследовали страну, глава по поводу разведчиков. Но из того, что глава называется Шлах, мы понимаем, что центральная идея нашей недельной главы связана с идеей Шлах. И здесь Лебби задают вопрос, идея Шлах Лихо Аношим, того закон или указания Сивишни на то время, что Моиша Рабейну должен был отправлять людей, и как мы потом будем изучать известный комментарий, Шлах Лихо Аношим, что это не было указания Сивишни, что это была собственная идея Моиша Рабейну, посылает разведчиков, мраглим, что они зашли в Израиль. Родами вот эта идея была связана только с тем, что вышли из Митсрая до того, что евреи зашли в Израиль. Но сам глава Шлах, есть еще разные заповеди. Завершается глава, например, заповеди Цицит, что это является центральной заповедью Второй. Как написано в посылке, когда вы увидите Цицит, ты помнишь все заповеди Сивишни. И поэтому как раз по время чтения Шма, каждый утром, когда мы говорим эту главу, тоже говорится в Шелханарах, что надо, когда читают, надо на них смотреть, и действительно благодаря этому вспомнить все заповеди Сивишни. И как получается, что такая идея Шлах Лихо Аношим по поводу разведчиков, что это было в одну ситуацию, одну раз, один раз. Это является важнее, чем таких заповедей, как Цицит, например, что он объединяет, и он является, как примерно все остальные 613, как известно, что слово Цицит, это тоже Бегематрия, благодаря еще один аспекту Бегематрия 613, он важнее, чем идея Шлах. И тем не менее, мы называем глава по названию Шлах. Понятно, что Шлах это в начале главу. Но все-таки должна быть причина, чтобы будет объяснять, что Шлах является важной и центральной идеей. И я бы говорил, понять это, надо разбираться пониманием, какой грех был у Мираглы, разведчиков. Пепаштус, по-простому, их грех был того, что они пришли и сказал еврейскому народу, что народ, что живут в Эрец, в Израиле, не очень сильно. И в городах они как крепость. И мы видели гигантов там. И если можно задать простой вопрос, все-таки какая задача перед ним поставил Моиш Рабейну? Моиш Рабейну говорит им, идите, обследуйте эту страну, увидите землю, увидите народ, что там живут, какие они в городах живут, открытых крепостей и так далее. И они возвращаются и говорят, передают, что они увидели. Они сказали, ки а за о маза, они очень сильно. Причем, почему это считается как грех? Наоборот, они выполняли их задачу. И объяснение, что даются. Моиш Рабейну послал им землю Израиля понять, каким способом мы можем охватить землю Израиля. И с какого места можно начинать этот охват. Естественно, потом. Известно, есть такое правило, что Лайовид кучебриху не силам огонь. Севишний делает чудеса без причины. Значит, если это не нужно. На все, что происходит, человек должен стараться. Если, в конце концов, понадобится чудо, тогда Севишний делает чудо. Вначале надо пойти в бедерах отеба, естественным путем. Поэтому Моиш Рабейну был уверен, что Севишний сказал, что они получат эту землю. Значит, вопроса нету получше. Они могут зайти туда. Не могут. Это не вопрос. Вопрос просто Моиша хотел узнать, какой лучший способ бедерах отеба зайти в эту землю. С какой стороны, какой сил, где надо усиловаться и так далее. Из того, что они вернулись и сказали, что народ сильный, это сам по себе ничего страшного. Они сказали правду. Проблема была, что они в результате сказали Лойнуха лалы салом. Мы не можем зайти к Хозакумимену, потому что он является сильнее. Потому что он так сложный, так сильный, что мы не можем охватить землю Израиля. Это было против того, что Севишний сказал, что вы можете взять эту землю. Из этого Рабей говорит, мы можем понять центральную идею от мрагла, что это связано как идея весь Тора и всю митсвес. Главное, один из фундаментов Тора понять, что если в митсвах, если в тем, что митсвес является указание Севишни, тогда без сомнения боро-радо врата точно, что мы можем это выполнять. Потому что, как написана известная фраза в Медреш, Севишний не ожидает от человека, только по его силе, или не дают ему указания, если он это не может выполнять. Поэтому, если, как любой человек, понять, что если ты укажешь другому человеку делать что-то, это означает, что ты уверен, что он это может делать. Тем более, если речь идет по поводу Мелых, Малха, Ямлоха, Макадышборуху, царь, сам Севишний, что он является истинной добра и совершенства. И если он дает указание, он не может, типа не будет давать указание человеку, если он это не может выполнять. Но, тем не менее, когда речь идет по поводу выполнение заповедей, тогда нельзя полагаться на чудо, на чудеса. И наоборот, один из главных аспектов выполнять заповеди, что это был именно Бедера Хатева, потому что Севишний хотел же лишь быть тактойным в нашем нижнем мире. И поэтому нам надо выполнять заповеди именно естественным путем. Но, человек должен понять, если Севишний дал такое указание, это точно, что он может это выполнять. Поэтому идея шлах, когда Севишний говорит, когда, извините, когда Мойша выполняет, говорит, что шлах, лоха, оно, что он посылает разведчика, что они должны обследовать страну, это каким образом можно это выполнять. И это является тот хайрод, тот указание, связанное с каждой заповедей. Что такое захождение в землю Израиля? Земля Израиля это святое место, как написано в посуг, земля, глаза Севишни находятся там с начала года до конца года. Это что означает? Что там есть хашгоха ильяйна, проведение особо хашгоха от Севишни более глубокое. И более того, там это больше видно. Мы видим разные чудеса, что там происходит. Потому что в эреции земля Израиля, даже материальная земля, мы там чувствуем шхина больше. И это тоже самая идея, что происходит, когда человек выполняет заповеди. Каждая заповеди, он затягивает условно шхина на этот нижний мир. И поэтому каждый раз, что мы выполняем заповеди, как мы зайдем в землю Израиля, переносим Израиля сюда. И до этого надо разведчиков, надо понять, каким образом мы будем это делать. И еще один важный урок. До каждой заповеди мы понимаем, что есть, каждая заповедь имеет свой отдельный смысл, свою отдельную задачу. Но есть что-то общее из того, что мы выполняем заповеди Севишни. Это является родцией нашей. И действительно, перед каждой заповеди мы говорим богословение о Шерке, Дишону, Бимитсво, Исов и Цивону. Севишний, что нас освятил, освящил и дал нам указания. Потому что через того, что мы выполняем заповеди Севишни, мы выполняем митсво, и лошенцавство в хибро, мы соединяемся с Севишним. И эти заповеди делаются до выполнения каждой заповеди. И в том числе подношение заповеди изучения Тора, что должен быть благословение что Бог арбонуми калаам и венесалону с Тойра Сой. Севишни нам дают его Тора. Севишни нам дают его Тора, как это типа сверху, дают нам, что мы можем изучать Тора в нашем мире. И более того, называется ноисей на Тойра постоянно нам дают это Тора. Каждый день мы должны смотреть на него как дворим хадошим, как кто-то что-то из нового. Не просто старая такая идея это ноисей на Тойра постоянно. Эта идея ты должен обследовать Эрц Канан до того, что ты выполняешь митсва, ты должен задуматься какой кавона и какой тахлос, какой смысл из того, почему Севишний тебе дал указание выполнять Тора и заповеди. Почему? Потому что Севишний как в Мишалеях Севишний тебе хочет, что ты привез шхинан до ла мата. И то же самое, как говорится, что Моиша был тот Мишалеях и то же самое Бехина с Моиша Рабейну. Идея Моиша Рабейна, что есть у каждого еврея. И это главное название нашей главы Шлах. И это до начала типа глава, что мы главный фундамент понять, что иссоит фундамент на все заповеди, что мы через наше выполнение Тора и заповеди объединяемся с Севишней и приносим шхина до ла мата, шхина на этот нижний мир. И поэтому мы должны иметь общую ковару, но понять, как мы будем это делать. Но тогда, если это такое важное правило, тогда почему сам Севишний сказал, Моиша отправляет Мерагом, почему говорится, что Моиша сказал, это была его идея. И Ребе говорит, если продолжить эту идею, мы именно будем понимать. Известно, что когда евреи выполняют заповеди, он является как он является как партнер Севишни. Но мы понимаем, что Севишня это как Машпия, и человек это как Макабл. Севишний дарит, и мы принимаем. Но есть идея, что мы становимся как партнер, что мы тоже становимся Машпия, что мы тоже являемся тот, что влияет и дарит. Каким образом? Если мы выполняем заповеди, потому что есть указания от Севишни, тогда всегда остается тот идея, что Севишня это Машпия, мы являемся толком Макабл. Но когда Моиша Ребену сам догадал и придумал, и предложил эту идею Шлахлаха, и то же самое каждый из нас идея, что он должен принести Шхина до Лемата, это не по указанию Севишни, он выполняет это, потому что это связано с ним, это становится его желание, его понимание, что его Тахлис, как он может затягивать Шхина Лемата, это через то, что он соединяется с Севишней, и таким образом он действительно пускает Шхина до Лемата, и он тоже выполняет задачу, как Севишней сказал, что верхний миров пускается вниз, и нижний миров тоже поднимается вверх, через то, что мы объединяемся с Севишней и выполняем его указания. Всего хорошего, шалом.